В Махачкале на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» состоялись республиканские скачки, посвященные Дню Победы. Мероприятие собрало около трех тысяч человек. Посмотреть на зрелищные события пришли члены республиканского правительства, представители силовых ведомств и руководства города. Все подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Лошади вовсю скачут к финишу самой длинной дистанции в 5200 метров. В республиканских скачках по случаю Дня Победы участвуют английская, чистокровная и арабо-халтикинская пород. Всего пять заездов. За первые места в заездах соревнуются скаковые лошади не только из разных уголков Дагестана, но и из соседних республик. Очень красивые скачки проходят сегодня в республике Дагестан. Такое мероприятие, можно сказать, как в Дубае. Очень много людей, очень много любителей лошадей. Мероприятие на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам. Много гостей из Шуществской республики. Кто-то во первом заезде второе место занял у нас в лошадь республики. А сейчас в этом заезде третье было. Посмотреть на зрелище пришли тысячи людей, взрослые дети. Среди почетных гостей муфти Дагестана шейх Ахмада Фанди. Министр по национальной политике, делам религии Энрик Муслимов. Герой России изулькает Каидов. Глава города Салман Дадаев и руководитель регионального минспорта Сажид Сажидов. Я сегодня нахожусь здесь впервые. Я об этом слышал. Кубы, зебра, ипподромы. Сегодня в республике, я думаю, это самое лучшее, где мы можем проводить мероприятия, проводить соревнования. Собрать такое количество людей. И я вижу уже здесь реконструкция или стройка, она не закончена, она продолжается. И на сегодняшний день такое самое, можно сказать, для досуга людей хорошее место. В Дагестане должно быть спорт, именно связанный с лошадьми. И мы заслуживаем такого прекрасного, хорошего ипподрома. Я думаю, на этом мы будем развивать, будем стараться, чтобы улучшать и делать инфраструктуру намного лучше и лучше. Это очень важно, такие мероприятия проводить, тем более в таком масштабе, на таком высоком уровне. Сегодня, кого я не увидел здесь, все с улыбкой, с радостью, с праздничным настроением и с соприкосновением с весной 45-го года. Между заездами организаторы подготовили культурную программу. Здесь и выступления канатаходцев, аниматоры и аттракционы для детей, нашиды, сценки юных коллективов и многое другое. Приятным сюрпризом для зрителей стал розыгрыш трех путевок в Сочи и в Малый Хадж Умру. Давайте смотреть. 22-43! Поздравляю кого-то! Обладатель путевки на Умра, Малый Хадж. Все аплодируют! Искренне радуемся за человека! Мы сами все видим, организовано все очень хорошо. Здесь различные площадки, есть бесплатный плов, раздача воды, мороженого. Здесь были группы аниматоров, к примеру. Вот мы видим здесь канатаходцы в данный момент. Вот там детские игровые площадки. Ну, самое главное – скачки. По итогам соревновательного дня победителями стали жеребцы из Махачкалы, Каякента, Губдена, Чарады и Нижние Казанища. Призовой фонд каждого заезда составил 100 тысяч рублей. Помимо этого, победителям призерам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а также спутниковое оборудование компании МТС, на 807-й кнопке которого вещает и телеканал ННТ. «Лошадь был очень устойчивый, хороший был. Неплохо был подготовлен. Изначально тоже была какая-то подготовка. Ну и совместное фото давайте сделаем. Непосредственно по твоим руководствам сколько месяцев тренировка оброжает? Где-то подходило три месяца. И нам удалось за три месяца. Мы делаем коллективное фотоапс. На май месяц именно готовились. Обычно в мае скачки хорошие. Именно готовились на май месяц. Там организация очень хорошая, шикарная, понравилась. Спасибо всем организаторам и всем вам». Организатором грандиозного мероприятия выступил коноспортивный клуб «Зебра». Это ежегодный фестиваль радует жителей и гостей республики красочным и зрелищным представлением. «Мне понравилось все, как там на канате ходили». «Хорошее такое мероприятие. Такие только были мероприятия у нас, чтобы побольше было. Очень благодарен, спасибо тем организаторам этих мероприятий. Люди все-таки почувствуют, что какая-то радость, какое-то удовольствие. Поскольку мы уже последние дни и так все переживаем за всех, за Украину, за другой, за третий день. Но это очень хорошо сегодня, что так случилось. Спасибо еще раз всем, кто это организовал». Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.